У нас в гостях очень известный экстрасенс и народный целитель Анжелика Теллова. Анжелика, расскажи, пожалуйста, о том, что вот здесь с тобой происходило, насколько твои ощущения и как бы ты вот все это характеризовала и, может быть, чем-то помогла людям, которые в себе так же хотят открыть такие способности. Ну, во-первых, я совершенно случайно была свидетельем сеанса, который проходил с девушкой, с Инной, и меня удивило то, что она при полной слепоте распознает цвета, предметы и фигуры, то есть меня это очень удивило. Ну, так как человек, который обладает какими-то способностями, я хотела попробовать, в принципе, на себе тоже убедиться, что это возможно. Вот. Благодаря вам мы попробовали и действительно получилось. Это достаточно интересно, очень просто. Вот. Методика мне понравилась, потому что она дает дополнительные возможности людям, ну, особенно с какими-то, скажем, ну вот... ограниченными возможностями, да, ограниченными возможностями, действительно как-то вернуться к жизни, научиться видеть, то есть познавать какие-то вот предметы, даже читать, в принципе. Я считаю, что это очень хорошая программа, вот. И реально она существима, то есть действительно все возможно. Причем, ну, я пробовала это делать и дома, с закрытыми глазами, в темноте уже, в постели. То есть и получается, действительно получается. То есть огромные возможности, огромный потенциал. Вот. И мне нравится, скажем, то, что нет определенной привязки, скажем, к инструктору, нет определенной привязки к методике, то есть открывается видение. И после этого человек просто пользуется, и, в принципе, вот наслаждается, скажем, всеми прелестями этой жизни. Скажи, пожалуйста, вот видение, когда у тебя открывалось, насколько я помню, оно было размером, ну, с монетку, допустим, в одну гривню, да? Ну, пятирублевая монетка, да. Ну, пятирублевая монетка, да. А как вот прогресс дальше происходил? То есть у тебя было маленькое окошко, да? В принципе, мы даже не занимались, учитывая твои особенные возможности, да? И вот, как ты рассказывала, вечером, лежа, да. Ну, мне захочелось посмотреть, что, ну, расширить как-то вот это вот окно и видение. То есть я представила, что, ну, то есть маленькое окошко, потом как будто бы оно вытягивается вот на расстоянии, там, подзорной трубы, то есть оно увеличивается, там, до, ну, размер уже, наверное, гораздо больше, там, сантиметров двадцати-тридцати в диаметре. И такое ощущение, то есть когда ты видишь предметы, если у тебя нет, скажем, ну, у меня, скажем, не очень хорошее зрение, если хотелось посмотреть на предмет более детально, то есть просто получалось, что увеличивалось, увеличивалось это окно. То есть приближалось к данному предмету. И ты им как бы была способна управлять, да? Да. И что интересно, то есть я в этот момент все-таки находилась в постели уже с закрытыми глазами. Я посмотрела на предметы, которые находятся в моей комнате, на предметы, которые находятся в соседнем комнате, там, где был ребенок. То есть утром я пошла и посмотрела действительно все так, как я видела. И действительно так оно и было. И ты говорила, что еще кроме близлежащих мест, и куда-то далеко сходила. У меня же этого оказалось мало. У меня тетя и моя мама, они что-то в другой квартире, совершенно в другом районе. Я решила посмотреть, чем занимаются они. Время, правда, было где-то около 12 часов ночи. Вот. Я посмотрела, что тетя сидит именно за ноутбуком, сидит на кровати в маленькой комнате и там сидит в одноклассниках. Я даже забрала, чем она занимается. Рядом лежал кот. А в соседней комнате мама сидела, сажена столиком, разгадывала сканворды. Но при этом был еще включен телевизор. То есть я думаю, что если бы в тот момент я бы встала и позвонила, то было бы точно, что они этим не снимаются. Было очень интересно. Но для меня это как бы одна из сторон какого-то еще развития. То есть это бы дополнительная возможность в твоей работе. Да. Видение онлайн, как я называю. Видео онлайн. Это очень интересно. Это то, что мы сейчас делаем в этой видеонаблике. Да. Ну, как бы... Потом будет запись. Да. Поэтому было очень интересно. Для меня это очень, ну и как бы этап развития. Ну, если могу я, я думаю, что это могут в принципе все. То есть дает возможности для всех людей развить свои способности. Ну, особенно для тех, кому это необходимо в жизни. Ну, насколько ты рассказывала, да, то есть теперь у нас здесь возникает в центре проблема, да. Закрываем мы двери или не закрываем? То есть все тут сможешь посмотреть. Ну, я, между прочим, заглядывала к вам в комнату, да. Да, и вот я же пришла на следующий день и посмотрела, так ли стоят предметы. Действительно, да, если я раньше не обращала внимания, что у вас там есть полочки, что где что находится, то вот при таком режиме видения я посмотрела все в деталях. То есть действительно убедилась, что оно так и есть. Ну, пожалуйста, тогда самый последний вопрос. Скажи, пожалуйста, вот насколько ты оцениваешь по своим ощущениям, и насколько это интересно совпадет с нашими ощущениями, сколько нужно времени тотально слепому человеку с рождения, который зрение потерял, и тотально слепому человеку, который не с рождения, то есть ослеп, как бы уже наблюдая этот мир. Сколько времени нужно для вывода, ну, вот на какой-то комфортный образ их жизни, для того, чтобы человек мог свободно ориентироваться в пространстве? Ну, зависит, конечно, еще от человека, потому что дети, как правило, они более восприимчивые, они легче учатся на самом-то деле. То есть, наверное, с детками попроще, со взрослыми людьми, у которых уже накоплен опыт, это уже совсем другое. Ну, как бы еще зависит от, скажем, да, от желания человека. Ну, это понятно. Я думаю, что в любом случае каждый может получить результат свой. И все равно, я думаю, что минимально, наверное, занятий 10 все равно нужно провести, для того, чтобы закрепить полученный результат, для того, чтобы у человека появился определенный, скажем, уже автоматизм, скажем, включение вот этого видения. То есть, это должно быть уже, как бы, вот привычкой, такой хорошей привычкой. Понятно. Мне немножко тревожно задавать следующий вопрос, потому что он может быть некоторых эшеломин, но ты имеешь в виду 10 занятий непрерывных по одному часу. Я правильно понимаю? Ну, минимально, да. Хотя бы по часу, причем, ну, как непрерывных. Имеется в виду, что, ну, способность ее в том, что если быть последовательным, то надо, чтобы это происходило, вот, скажем, в какие-то короткие сроки, то есть пусть это будет каждый день, да, но именно занятия, наверное, первоначальные, хотя бы 5, не должны прерываться. То есть идти непрерывно день за днем? Я думаю, что тогда человек привыкнет и вот включится в этот режим автоматизма. То есть и когда он будет получать первые результаты, соответственно, ему придется хотеться больше, как бы, увидеть, больше узнать и больше заниматься. То есть ты считаешь, что при желании человека достигнуть совершенно реальных результатов за это время абсолютно нескольких? Причем, мне кажется, любому, да. Самое главное – вера, желание и, в принципе, вот и все, что... И правильное преподавание. Ну, я не сомневаюсь в правильном преподавании, поэтому вот здесь как бы не стоит вопрос профессионализма. То есть только зависит от, скажем, от человека. Ну, у некоторых это быстрее, но у кого-то... Ну, у кого-то, да. Индивидуально. Спасибо тебе большое за визит к нам, за замечательное интервью. В гостях у нас была народная целитель и экстрасенс, Анжелика Тенн. Спасибо, Анжелика. Спасибо вам.